Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok А когда ешь можно без маски Это даже в самолетах или везде есть такое положение Что когда ешь можно обслуживать без масок Вот я прошу Вот карта Женщина, можно с вами пообщаться? Ну когда пришлите официанта, рассчитайте нам Потребление товара не оплачено А что нельзя потреблять? Нельзя, так вон в столике все есть Надо оплатить с первого товара Так оплатим, какие проблемы? Пойдемте подойдем Только масочка А больше ничего не надо? Ну все, я вам отказываю масочку Я не вижу логики между масочкой и принять оплату Так за что? Барьера банякова, уезды и больные Вы можете сослаться конкретно в фамилию назвать? Кто вас заставляет, чтобы мы одевали маски? Никто не заставляет Никто не заставляет? Нет Тогда примите оплату молча Позовите человека, который будет нормально стоять на кассе и обслуживать клиентов Мы, потребители, будем ждать, пока кассир соизволит заметить нас И вы будете ждать также с нами Поясните, как нам быть в этой ситуации От оплаты никто не отказывается Денежку вон готовы Женщина, вы просто назовите фамилию Фамилию человека, который вас заставляет Не бойтесь, вас не уволят У вас рефлекс по маскам, да? Девушка То есть, человек принципиально к нам не подходит То есть, дискриминация, да? По какому признаку у вас дискриминация? Женщина Женщина, с вами все в порядке? Может скорую вызвать? Сотрудник Росгвардии, смотрите Она одних обслуживает, других не обслуживает Масок что, не войдите, пожалуйста? Да нет у меня маски Понимаете, я их обслуживаю Какую маску? Я могу снять маску Я предлагаю вообще не вести в беседу о каких-либо масках Давайте не будем отвлекаться Наша задача приобрести товар А их задача принять оплату Вот, вот, видите, вот все Что делать? Ребят, что делать? Скажите, у нас есть маска Я вообще здорово, я живитель Я влюблю, потому что я не влюблю А санитарный врач России Не надо обо мне беспокоиться Я сама себе на беспокоиться Ребята, у нас санитарный врач России Ребята, давайте сделаем проще Давайте сделаем проще Да сам выйти отсюда Ты кто такой? Я буду сам решать, что мне делать Не надо мне указывать Не надо им тут говорить, что им тут делать Я без тебя решу, что мне и как делать, понимаешь? Ребят, мы хотим нормально, мирным путем Вы хотите за себя ходить Естественно, мы хотим за себя Ты кто такой? Товарищ, ты кто такой? Ты кто такой? Вообще, с такого праздника ты со мной тычешь Ты что лезешь? Я с сотрудником Росгвардии разговариваю Ты что лезешь? Давайте решим конфликт очень просто Очень просто Здравствуйте Вы мне называете В идеале показываете норму права Которая дает право кассирам Отказывать приобретение товара Если у покупателя нет маски И мы на этом конфликт заканчиваем Если вы эту норму не показываете Не показываете Не ссылаетесь даже Хотя бы ссылаетесь У нас есть интернет Мы сейчас быстренько посмотрим Если вы назовете Мы эту норму проверим Если вы не называете Тогда мы просто платим за товар И дальше продолжаем А вы хотите сказать Моих обязанностей В поле Переносить вам с бумажечкой Ходите Показывать вам на бумажечке Где что написано Да? Да У меня нет такого Должностного регламента Хорошо Вы согласны Что в данный момент Существуют Гражданские правовые отношения Согласны? Согласны Что с нашей стороны Нету никаких Каких либо правонарушений С точки зрения Вот этих Гражданских правовых отношений Гражданских правовых нет Вы понимаете Что мы не можем Оплатить товар Понимаем Что это обстоятельство Ну для нас непреодолимое Согласен То есть Крайняя необходимость То есть Если нам сейчас потребуется Выйти из магазина Мы вынуждены будем Покинуть магазин Где заплаты Вы это понимаете? Да Ну вы понимаете Что в этом не будет признаков А вы так же понимаете Что вы немножко Забываете Небольшую часть Данного разговора Потому что Для того чтобы Совершить оплату Вы не должны Нарушать Социальную норму Граждан Вы Нарушаете Гражданин Потому что Вы можете Его заразить Автомобиль При чем здесь Я вам поясню При чем здесь Есть автомобиль У вас есть ОСАГО? Есть Есть, да? Вот если у вас Просрочена будет ОСАГО Вы будете ехать На автомобиле И вас гаишник Остановит Он вам выпишет протокол И вы дальше поедете Правильно? У вас Не отберут автомобиль Вам не запретят Ехать Понимаете? И что? Я вам просто Привожу налоги Ну если меня через 5 минут Остановят заново Я опять буду не прав Меня могут Ищут протоколы Нет, нет, вы плохо знаете Загадательство Хотя вы просто показываете Протокол В течении суток Вас не могут Привлечь Отвестности за то же самое Если вы считаете Что я что-то нарушил Смотрите, я вам еще раз Мы с вами поддискуссируем Насчет масок Мы сейчас как бы уходим от темы Мы говорим об оплате товара Понимаете? Мы не говорим о масках Я вам говорю Что вы не можете оплатить товар Потому что продавец Не хочет вас Не может вас обслужить Нет, она не хочет Она не хочет Нет, она не хочет Она хочет у вас получить деньги Она здесь сработает Она зарабатывает Она зарабатывает Так она не может нарушить Свою социальную зону Потому что вы находитесь в маске Вы знаете, что закон о защите прав потребителей Запрещает А причем У нас один закон что ли в мире? Да Нет Представляете не один Несколько И нужно их все У нас есть в принципе законы Российской Федерации Вы обязаны с вами представить законы Российской Федерации Как вас зовут? Я вам говорил Прапорщик полиции Дербенев Как? Прапорщик полиции Дербенев Дербенев А имя отчества? Иван Александрович Иван Александрович Вот смотрите Я вам буквально несколько минут сказал Сошлитесь на норму права Вы отказались Сейчас вы пытаетесь меня учить Каким-то законодательством Я вам дал очень хороший вариант Решить конфликтную ситуацию Назовите норму права Не надо мне все законодательство Российской Федерации И тому подобное Норму права назовите Я вам не обязан сообщать Тогда у нас непредуктивная действия Мои должностные обязанности Сходите на буквально 25 И почитайте Мои должностные обязанности Там нет этого Там написано Что я должен знать Хорошо Давайте Давайте разобьем Нашу ситуацию Чуть-чуть подальше Ваши действия дальше Я сейчас на вас поступит заявление Вы поедете на имя в отдел Не в то время С вам не в отдел А вы кто? Я вам представлялся Кто Нет, я не в том плане Какие у вас полномочия Вы статью десятую Закон о Росгвардии Номер 226 читали? Конечно В каких случаях я могу куда-то с вами ехать? То есть вы будете делать задержание? Правильно? Ну согласен Я немножко сутрировал То есть я вызвал судья Я вас пока задержу Вот Еще раз Еще раз Открывайте статью десятую Сотрудники полиции Вы меня не можете задержать Потому что у вас нет таких полномочий Открывайте статью десятую Закон о Росгвардии Номер 226 Вот у вас сейчас будет время Почитайте ее Обязательно Все Давайте вот пока вы читаете Вы пока отвлечемся Хорошо? Отвлекайтесь Все Если вы будете меня задерживать Тогда сошлитесь на конкретный пункт этой статьи Хорошо? Обязательно Ну что пойдемте на ту кассу Пойдем Раз здесь касса не работает Если здесь касса не работает Да Да Он пристал просто как банда Мы обломались Да мы поели Перекусили Все нормально Ну это почему-то это все делается Да кстати очень смешно А вы кто? Вы можете вообще понять? Просто по одежде Вы не охране Почему? Я могу стоять где я угодно Разговаривать всем угодно Нет Конечно можно Я же могу со мной разговаривать Разговаривайте Я же не против Я же не заставлял Не против Но вы задаете вопросы Я вам отвечаю Могу я вас спросить Лично вам вопросы никакой не задавал Здавали? А вы тут подошли Что-то начали сразу говорить Я с человеком вообще разговаривал Какой претензий Какой претензий? Не знаю какие Вот я пытаюсь понять Да вы слишком о себе большого мнения Чтоб я вам претензий высказывал Вы меня знаете? Зачем мне вас знать? Знаете есть такое понятие Что вы думаете обо мне? Я о вас вообще не думаю Поэтому Я не знаю К чему вы говорите Что я тут О вас что-то думаю Я не понимаю Зачем он Причем целый день будет париться Об этой встрече Ну я не знаю как бы Ну что такое Человек сам с собой поговорил Ну нормально У них же два Заметьте Что ваша фишка вообще не прошла Да? Вы стоите как три тополи Ладно Ладно Пойдем Я пошла на тухарку Путину звоните Срочно Срочно Ожидаем петушиное царство Здравствуйте Я не пользуюсь масочками Спасибо за предложение К сожалению Сколько вас отслужит? А как же мне быть? Вы можете получить маску на этой пункте А я грязными предметами не пользуюсь чужими Не будете одеть? Нет Не буду Так я водичку уже употребил Как быть? А вы чего? Вы стоите А вы здесь Ну погодите в другую кассу Вот и иди в другую кассу Вот и иди в другую кассу Вот и иди Что ты мне хочешь сказать? Ничего Свободно Иди давай отсюда Иди давай иди отсюда У нас круги деньги пожалуйста Штаны сними пожалуйста А что грубим то? А что грубим то? Говорю Штаны сними Говорю А что грубишь то? Говорю Штаны сними Что все? Что тебя воняет так? Ты хоть мойся иногда Нет? Да Да Воняет от тебя Мусорок пришел Что воняешь то так? Бздеть начал что ли? Мусорок пришел Ну что Воздух 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 пописать зашел. Принеси подай или куда-то не мешай? Принеси подай. Принеси подай. Ну я свои. А где твой Боба? Ты Биба, а где Боба? Два, дол, Биба, Боба. Где твой Боба? Ну вас обслуживать не буду. Да я уже понял, что не буду. Девушки, вы лучше на другую кассу пройдите. Здесь история будет долгая. Серьезно что ли? Видите? Люди в детство впали. А ты старичок уже все, да? Снимают. Ты мне скажи, где ты этот комплекс получил в детстве? Какой комплекс? Комплекс вахтера. Комплекс вахтера. Знаешь, что это такое, нет? Водичку-то оплатить надо будет. Для этого надо будет маску. Ну так я ж не отказываюсь. Для этого надо будет масочку купить. Серьезно что ли? А тебе штанишки снять. А ты что думаешь, ты меня этим оскорбил? Потанцуй. Польку, танцуй. Польку ты станцуй. Вам интересно, да? Польку танцуй. Вы с какой целью меня снимаете? Потому что вы педиаломик. Смотри, опять зассал. Да, ну запомни, я могу представиться. Отставиться? Вот таких хамов. Давай я представлюсь тебе. Ты мне не тыкай. Ты помнишь? Иди отсюда. Гуляй отсюда. Гуляй отсюда. Это ты идешь. На мордник одел и гуляй. Это вот тебе надо на мордник одеть. Давай. Вот, вот, вот. Давай, давай. Вот, снимайте, снимайте. Смотри, какая мордник. Да ты на себя посмотри, дурочки. Ну а как я их-то держу? На себя посмотри. Если их руками трогать, я теперь запомню. Прекрасно, я твою рожу запомнил. Даже в маске. Вот, с ними тут еще тет. Да ужасно. Пантомас, да, да. Что это? Пантомас. Да ты на себя посмотри в зеркало, дебила в зеркале увидишь. Она каждый день его видит. Ты его и ее. Кажешь себе, я теперь спать не смогла, не могу уже, красивее. Ну а как, каким образом я их-то держу? Тебе лень косметику на лицо надеть? Ты зачем маску надела? Да, в голову сядь. Зачем? Мадам. Чего задумалась? Ты дебила знаешь, где увидишь? Я говорю, нет, да. Да, все, полегчало. Приди к мужу. Домой, приди к своему мужу и скажи, что он дебил. Я оскорбляю тот, который большой, толстый, глаза отошел. А что этим вы его большим и толстым назвали? Это оскорбительный, между прочим. Он может быть, по лучшему пуде. Не маленький. Это мой оскорбительный. Ну он тут рядом с каком-то, вот он растеет. Ну так что мне с ними тут делать-то? Ну как что, вязать? Руки заламывай. Справишься, не? Деньги. Кишка-то у тебя осилит нас, не? Девушка, а мне без маски... Или ты смелый только с детьми бороться? Девушка, у меня так маска будет. Не продадите? А для себя, что ли, детенки? Не продадите? Что? Себя, детенки. Мне же вот так. А ты собрался меня вязать? А где это написано? Да что тебе вязать-то? Ознакомьтесь, не обсерись, а не? Не стоит, что ты думаешь, не обсерись, а не вязать. Ростом не удался. И весом. Ну, ростом... Чтоб меня вязать. Хотя бы барьер сюда подойдет. Ну что я тут с ними стою, время теряю. Вот именно, время теряешь. У тебя важные дела есть. О, туалет схожешь, туалет. Он уже это, обделался его. Да, да, да. Скорее, скорее, давайте. Так, ну, что, все? На этом закончилась наша беседа? Скорее, вы, нахер, каковы? Да не пробьют они товар, потому что он маску одевать не помнит, понимаешь? А вот он, да, пиво. А морник не хочет одевать. Какой? Ну, хороший. Так мне-то продадите, нет? Девушка. Вот и второй тут с водичкой ходит. И с полным пакетом. Девка тут у него еще что-то. Не важно. Ну, это уже открытое течение. Самый настоящий. Материал не в полицию, а пад же дело. Материал не в полицию. Мы там точно сделаем. Абвиненцы. Чичичи. Продавала. Да где твоя Буба? Гиба. Гиба, ну давай помеси. Да, может, это нам нравится? Дай нам этот первый левый. Не, наверное, Боба. Мы тебя сейчас хайпанем. Вот смотри, он хайпунь сам. Или что, я что ли от этих лодок нажимаю? Да ты один, конечно. Двуноги должны что-то терпеть. Рейнджер. Двуноги. Недорожший немножко рейнджер. Прикинь, как они тебя подставили. Бросили одного на нас. А где этот аналитик? Где аналитик-то? Вам маску надо поменять. Он грязный. Грязный он. Грязный, грязный карман. Чего убежал? Дим, ты куда? Дима. Ты куда пошел? Ты куда пошел-то на самом деле? А, он нам пробит. Да я далеко не уйду, ты не боись. Да, а что ты меня на ты-то? Вы же любите эти фразы, типа. Что ты на ты? А? А вот ты запиши себе. Слушай, а где же? Да я не переживаю. Для меня это нормально. Я не могу меня снимать. Дим, говори, что Дим. Дим, ты куда ты пошел? Иди сюда скорее. Дима, девушка, с раз. Берите. Ну, пойдем. Ну, пойдем-то на другую. Попробуем облатить. Не, ну у нас есть еще касса. Давайте еще попробуем. Давайте. Мы сейчас все закроем. Все будет. Спасибо. Маски надеваем. Маски надеваем, пожалуйста. Людмила, и снова здравствуйте. Маски надеваем, без масок не обслуживаем. Я с вами поздоровался, Людмила. Да, да. А вас здороваться не учили? Я никому ничего не пробиваю. Подожди, а вы мне вот так продадите, вот так у меня маска, вот так, можно? Нет, нельзя. Нет? Не будет. А как можно? То есть нельзя, ладно. Я тогда... Можно инструкцию получить от вас? Подарок от вас. Так, мне девушка только что подарила. Так, давайте фиксируем. Ну все, вопросов нету. Вопросов нету. Всего хорошего. До свидания. Вот мужчина с чаем такой не оплачет. Вот мужчина второй выпил, не оплачет. А, все-таки водичку отдаете или нет? Маска не одета. Людмила, водичку отдаете? Если нет, тогда вы сами платите. Товар у вас платите, либо давайте мне обратно. Мы платим, без маски не обслуживаем. Людмила, водичку передайте, пожалуйста. Водичку передайте, пожалуйста. Можно вас попросить водичку мою передать? А то кассира у меня что-то забрала. А где она, она ваша? Где она моя? Я ее взял. Конечно, я больше без этого не беру. Так вы будете оплачивать или кто? Людмила. Орел, еще раз ты меня дотронешься. Ну, и что? Не знаешь, что будет. Ну, дотронуться, что? Попробуй. Путишь глаз, пугай. Путишь, мне за своей камерой мухать. Это вы такие борзые. Вы что, либеряешься? Кто такой, да? За вору заплати. Ты кто такой? Я охранник. Тогда скажи своему кассиру, чтобы она приняла оплату. Чтобы я не уговаривал здесь. Быстро документы охранят. Да че, акта, вы третя. Быстро. Ну, так че? Быстро документы. Маску орен. А я не буду маску делать, что, непонятно, русский язык. Ну, понятно. Тебе понятен на русский язык? Маску не одену. Все, значит, никаких оплат не будет. Объясни кассиру, что маску не одену. Никаких оплат. Никаких оплат. Это в чем проблема? А в чем проблема? Я подхожу к нему. А что без маски стоит? Ну, правильно. А ты че без маски? А вы че без маски? Вы от меня че хотите? Я хочу, чтобы вы оплатили товар. Я хочу оплатить. Давай вместе хотеть. Но кассир не берет деньги. Объясни товарищу, что нужно взять денежки. Не объясню, потому что она права. В чем она права? В том, что вы без маски. Да кто отрицает, что я без маски? Я не отрицаю, я без маски. Ну и что дальше? Положение такое в стране, не в курсе? Нет, ты че не берешь? Какое положение? Ты очнись. Да. Давай, одену маску. Сошлись на норму права, согласно которой кассир имеет право отказать. Я одену две маски, прям при тебе одену. Хорошо. Давай, называй. Чего называть? Ты говоришь, какое-то положение в стране. Норму права назови. Да нафиг мне твои цифры знать. Зачем мне нужны? Какие цифры знать? Нормы права. Тогда ты просто лапшу на уши вешаешь, понимаешь? Да пусть так. Тебе по... А, пусть так? Да, конечно. Молодец. Если вы, блин, лентяй, зарабатываете на вот такой, блин, вы мужики. Лентяй. А ты у нас что, трудяга что ли? А я трудяга, да по 12 часов. Да хрена заработал. Ну, какая разница, скажем. Какая разница? Да. А ты до хрена заработал на этой хрине? А какая от тебя польза, скажи мне? Да хоть какая от меня. Что ты производишь? От вас вообще только... От меня хотя бы вреда нету. От вас это вредно. Какая отмена ты производишь? Что? Конь в пальто. А, ну я уже понял. Ты беба. Димабиба, ты беба. Дома, два, да. Беба. Как раз два. Ты будешь вычеркивать себя, да? Я тебя не буду вычеркивать. Тебе. Людмила, так что? Людмила. Мы с вами еще раз будем встречаться. Не совершайте грабеж. Верните мне мою воду. Людмила. У нас тоже отказывается принять оплату. Людмила. Мы так понимаем... Дайте водичку, не могу дотянуться. Людмила. Людмила, ну... У нас отказались принять оплату. Сергей, Сергей, Сергей. Убор! Владимир, у нас отказались принять оплату. Сказали, что это подарок. Так. Что мы тогда за него отказались принять оплату? Ну, он не... Не знаю. Она тут... Напомните, как вас зовут? Подохонки, пожалуйста. Здравствуйте. Прапорщик полиции Дербенев. Дербенев, вы рассмотрели мое обращение? К какому выводу вы пришли? Закон о Росгвардии 10-ю статью почитали? Основания для задержания выяснили? Конечно. Все? Замечания у вас в предложении, претензии к нам есть какие? Я понимаю, у вас есть неоплаченный товар. Вы оплатить не можете. Мы хотим. Почему я не могу? Я могу оплатить. Я говорю, что вы не хотите оплачивать. Я говорю, что вы не можете оплачивать. Я и хочу, и могу оплатить. Мы хотим. Но маску я не одену. Почему? Потому что я не хочу. Понимаешь такое слово? Не хочу. Малыш, что вы не хотите. Я, может, одет и не хочу ходить. Но я все равно прошу одет. Не ходи. Ну почему? Это оскорбляет людей. Ладно. Короче, давай. Вот моя вода. Что там будешь вязать меня? Пойдем. Пойдем в отдел. Повторите, пожалуйста. Ты мне озвучь. Задерживаешь или нет? Я тебе дал шанс почитать 100-ю десятую. Задерживаю. Вы сейчас заедете со мной в отдел. Еще раз погромче. Задерживаешь? Задерживаю. Все, я тебя услышал. Прекрасно. Надеюсь, мы поедем не в клетке или как? Нет, не в клетке. Слава Богу. У нас удобный автомобиль. Не будете нас удержать. Наше достоинство. В любом случае. А вы знаете, что наши покатушки ничем не закончатся? Я уже не первый раз меня вот так вот разгониться выводит. Знаете, да? Ну, а что можно сделать? То есть мы сейчас с участковым пообщаемся, сделаем объяснение о том, что они отказались взять деньги. Все на этом. Хорошо. Развернемся и уйдем. Вы, мое персональное такси, я просто там дядышком живу. Ну, и чего? Даже он не пойдет. Получается так, да? Конечно. Куда я хожу за покупками? Мне обслуживают без маски, проблем нет никаких. Ну, они не соблюдают постановление правительства. Да, они как все соблюдают. Они соблюдают и постановление правительства Российской Федерации, которые утверждены правила торговли с 1 января 2021 года. Новые правила ввели. Знаете, да? Там есть пункт 10, в котором сказано, что запреты могут быть только федеральным законом. Понимаете? Вот как вот есть запрет на торговлю алкогольной продукцией после определенного времени, там, несовершеннолетним, там, табачные изделия, закон об оружии, федеральные законы. Понимаете? Я знаю, что это федеральный закон. Да, знаете. Конечно. Так вот, нету никаких нормативных документов, во-первых, им дающих право. Я уже не говорю, что федеральных законов нету. Вообще никаких нет. Не, ну, смотрите, насколько я понимаю, я, может быть, конечно, плохо знаю, как и законодательство, я не спорю. Вы плохо знаете, да. Ну, не исключено. Ну, насколько я понимаю, вам не запрещают оплачивать товар. У вас готовы принять оплату. Проблема в том, что вы нарушаете постановление в Урмасской области. Они правоохранительный орган, скажите мне. Они правоохранительный орган. А при чем здесь это? Ну, потому что, почему они меня к чему-то понуждают? Я спрашиваю. Они суд, правоохранительный орган. Ни в коем случае. А если мне станет плохо или еще что-то? И почему я должен надевать грязную тряпку? Это не средство индивидуальной защиты. Чистую тряпку. У меня нет. У меня нет. Это во-первых. Во-вторых, я не собираюсь. Вы должны находиться в помещении уже в маске. Да я никому ничего не должен. Вы когда запихуходитесь, да? А на шампакат не надо садить? Нет, не надо. Я такого не знаю постановления. А вы такого не знаете, где нужно надевать вот эти намордники. Не знаете вы. Ну, назовите. Ну, скажите тогда, что там надпись. А почему я вам должен еще говорить? Да вы ничего не должны, да? Вы просто отрабатываете, как копеечку, в виде охранника. Понимаете? Нет, называется охрана. А где сотрудники полиции? Почему полиции нет? Вы полицию выживали, нет? Надо. Конечно надо. У нас вон просрочки целая тележка. Просрочки целая. Просрочки, да. Нам участковый нужен. Участковый занят, я звонил. Ну, что значит занят? Вот так вот. Прикинь? Да, представляете, он один сейчас. Участковый один. А по каким принципам вы определяете? На это преступление поеду, а на это не поеду. Я занят, да? Потому что он сейчас занимается другими делами. Представляете? Вы не один в городе. Какими делами он занимается? В принципе, ему можно... Так можно любому сказать. Конечно. Вы ведь можете оставить на ответственное охранение. Давайте как-то оформим. А, вы уже илкотили? А, вы уже илкотили? Да. Жалко. Вот видите, вот сейчас, то, что мы сейчас собирали, просрочку, раз вакуум, и тому подобное. Они сейчас обратно на прилавки выложат. И потребители будут покупать это все. Так, я опять захотел пить. А тут я еще водички возьму. Что мне еще можно не делать? Я спрашиваю. Что остальное? Давайте произнесите, что вы отказываетесь, я пойду. Для этого начальство. Что? Оплату примите, я еще раз говорю. Оплату примите. Что, опять что ли? Ну я еще раз пить захотел. Ну я что, говорю. Я захотел, молодец. Все? Масочку оденьте. Не одену масочку. Ты тупой? Я спрашиваю, ты тупой? Да нет, походу. Тебе сколько раз нужно повторять, что я маску не одену? Ты тупой, я спрашиваю? Без маски не обслуживаю. Они обслуживаю, значит будет. Ну, полицейские здесь. Это не полицейские, это разговариваете. Научись отличать. Это полицейские. Значит, отказались, отказались принять оплату. Оплату отказались принять, потому что отказался, я видимо. Точно отказались в оплате? Да. Точно? Да, ну пойдемте, пойдем. Давайте, чтобы не было неподопонимания, вместе подойдем. Я понимаю, вам не отказывали в оплате. Вас готовы принять оплату? Я готов заплатить. Ну, маску я не одену, потому что вы без маски. Я маску не одену. Вот и в этом и проблема. Проблема не в оплате. Почему вы постоянно ссылаетесь на закон о защите прав потребителей? Да, потому что он имеет высшую юридическую силу, так же, как и гражданский фонд. Какая разница? Все законы, они... Вот этот товар, вот этот товар находился в открытом доступе. Согласен. Я беспрепятственно его взял. Согласен. То есть это называется публичная аферка. Совершенно верно. То есть договор заключается путем... Я согласен. Акцептования. Вы можете мне эту всю историю делать? Да, то есть вы знаете, что этот товар мой. Согласно статье 223 и 458. Вы имеете право находиться в торговом зале без маски. Ну, так я вам приводил пример с ОСАГО. Причем здесь ОСАГО? Причем здесь маски? Притом, что мы не можем... Я акцептовал публичную аферку. Вот это... Факт приема придачи произошел. Товар мой. Это моя собственность, понимаете? Это моя собственность. Согласно гражданскому кодексу 223 статья и 458 статья. Факт приема передачи произошел. С момента, как я предъявил товар на кассу, то есть продавцу стало известно о моем намерении приобрести товар, договор считается заключенным. Все, гражданские правовые отношения. Теперь не имеет значения, когда будет взята оплата до передачи товара, после передачи товара. Не имеет значения. Ради Бога, они могут ко мне обратиться в судебном порядке. Свои персональные данные я сейчас вам передам. Я согласен с вами. Все. Вопрос... Здесь гражданские правоотношения. В этом плане, совершенно верно. Ну так а в чем тогда сложность? В том, что вы находились на территории торгового центра без маски. Ну и что? И все. Ну, если вы считаете, что меня оформят по 20.6.1, вы ошибаетесь. Не, протокол составят, возможно, да. Но судья вернет этот протокол. Вернет. Я возрешаю. Как составленное неуполномоченными лицами. Более того, вернет, потому что эта статья неприменима в данном случае. Почему я не понимаю? Ну, если вы хотите более подробно, развернуто, вы зайдете ко мне на страницу и почитаете, чтобы я уже 10 раз это не повторял. 175-е постановление правительства Мурманской области, то оно написано настолько безграмотно. Я вам даже поясню почему. Потому что там не сказано, какие средства недоодальной защиты. Органов дыхания, глаз, головы, лица и тому подобное. Понимаете? Не сказано. Я помню, там было прописано. А? Понимаете, я входил в магазины определенные, с определенной маской. Ну, не с того, как у вас. Точно так же у меня были открытые органы дыхания, нос и рот. Но глаза были прикрыты. Понимаете? Вот у меня такая маска была. Если вы смотрели мои ролики, вы можете этот ролик посмотреть. Слушай. Ничего. Просто я вам говорю, что законодательство, на которое вы хотите ссылаться, оно носит рекомендательный характер. Более того, оно не обязывает. Что случилось? Бог стал. Из-за чего? Протров, понял. Горячий. Он белый, смотрите. Ну вот, что-нибудь такое случилось. Конечно, вызывайте. Вызывайте, пожалуйста, скоро. Скоро вызывайте. Вот, смотрите, белый стал. Сядьте, придерживаются. Ух, ничего себе. Ну, это бывает такая фигня, я знаю. Она выдержит? Принесите. Что, прям ни с того ни с того, резко, да? Да. Говори. Сейчас, скоро, вот не будет. Да, да, подъедет. Попей воды. Будешь воду пить? Попей воды. Вот он специально не выбрасывал. Команин нашу пустую какую-нибудь. Капец, что в создании были. Да бывает, так они. Спасибо. Ох, обед. Смотрите, пожалуйста, что мы ждем. Скоро. Скоро, это понятно. Мы в целом все, чего ждем. Я так понимаю, у вас машины на месте, как бы. Поехали в полицию или полиция сюда приедет. Как-то давайте решать этот проблем. Старший решит. Я, насколько понимаю, что задержание не может быть больше трех часов. Понимаете? Заявление ждем. Ваш старший объявил, что мы задержаны. Это зафиксировано на видео. Соответственно, с момента задержания, согласно закону о Росгвардии, статья 10, там сказано, с какого момента происходит задержание. То есть, с фактического момента ограничения наших прав. Вот в данный момент мы ограничены. Ну, то есть. Просто, ну, время как бы идет. Я понимаю. Я, как бы, вот вашему коллеге объяснил, что, как бы, согласно статье 10, у вас нету полномочий, а нас задерживают. Я понимаю. Потому что преступления мы не совершали. Статьи КОАПы... Зачем же вы тогда повторяетесь сейчас? А? Зачем повторяетесь сейчас? Что повторяетесь? Повторяетесь. Вы моему коллеге объяснили. Ну, потому что, может быть, вы поймете меня. Я же, как бы, не просто так это все делаю. Пытаюсь до вас достучаться как-то. Режим повышенной готовности ввел губернатор своим постановлением номер 47 ПГ. И потом его через два дня отменил постановлением номер 71 ПГ. Признал утратившим силу, понимаете, нету. То, что у нас правительство Мурманской области написало продлить, продлить, не ввести, а продлить, понимаете. Если мы, ну, русский язык знаем, то слово продлить означает продлить некий срок. Продлить то, чего нет, невозможно. Понимаете логику? Я просто с собой не взял это, как его, смартфон. У вас нету вот этого постановления правительства? Да, есть, конечно. Есть? Есть. А вы там точно, четко... Да, там продлить написано, продлить, не ввести, продлить. То есть губернатор у нас ввел, а те решили продлить. А губернатор-то его отменили уже. Вот 175-е постановление правительства, там написано продлить. Мы правила, которые введены правительством Российской Федерации, номер 417-й, не нарушаем. А эта статья применяется только за нарушение правил, вот этих вот, вообще российских. Для того, чтобы нас наказывать за нарушение местных правил, должен быть соответствующий закон. Он есть, но туда должны быть внесены изменения. То есть закон Мурманской области об административных правонарушениях. Как в городе Москве. Вот в Москве наказывают не по 20.6.1, а по другой, кстати, там у них своя. Вот это я уже... Так вот этого все не знают, понимаете? Самое печальное, что даже не читают. Но все с пеной во рту доказывают. А что это вы сказали, вот это, который 20.6 там? 20.6? Это что такое? Это административная ответственность за нарушение правил. Не за то, что человек не носит маску, а за нарушение правил. Каких? Просто правил? Правил, ну, с учетом компетенции Российской Федерации, соответственно, правил, которые утверждены правительством Российской Федерации номер 417. А это что такое? А это что такое? Это что такое? Нет, слушайте, мне трудно вам будет объяснить, потому что... А я бьюсь уже два часа с ним. Я хочу от вас добиться, чтобы вы пришли домой и почитали те нормы, на которые я ссылаюсь. Только и все. Я не хочу там вас как-то опозорить, наказать и тому подобное. Я просто хочу, чтобы вы читали хотя бы. Хотя бы те нормативные документы, на которые вы ссылаетесь. Вот просто почитайте. Я даже не говорю, чтобы весь читайте федеральный закон о Росгвардии. Десятую статью почитайте. Там она так и называется. В каких случаях, ну, про задержание. И там идет пунктиками, все основания перечислены. Вот сейчас ни один пунктик не подпадает. Не подпадает. Печалька, ну, вот так вот. А это означает, что вы превышаете свои должностные полномочия. А это уже статья 286 Уголовного кодекса. Потому что законных оснований вас задерживать у нас нет. Потому что сейчас мы не подозреваемся в преступлении. Мы ничего не совершили. Факта нет. Мы вот находимся здесь. У нас отказывают перед ним. Одно и то же. Все опять то же самое. Я один раз это и слышал. Ну, зачем вы здесь рассказываете? Я пришел, почитал. Дело не в этом. Вы прекрасно понимаете. Мы сейчас на камеру не будем ставить. Достаться по душам. Ну, я как бы от вас не требую по душам. Я понимаю. Не, ну, я вас могу послушать вот так вот, постоять. И вот так я и буду. Я вам поясню, почему я это делаю. Чтобы людям показать, что у нас либо адекватные, либо неадекватные сотрудники Росгвардии. Понимаете? Ну, как тут? Вы поверьте, очень много нормальных сотрудников мне попадались. Да я верю. Я даже знаю таких. Ну, вот. И я хотел бы, чтобы вы относились к той категории, к которой адекватные. Дело чуть-чуть в другом. А в чем? Ну, поясните. Я не буду вам пояснять. Ну, потому что вас заставляют. Правильно? Да нет. Да дело не в том, что кого-то заставляют. А я сейчас на камеру с вами говорю, мы не будем остаться. Ну, понятно. Ну, ладно. Ну, вы же понимаете. Я не понимаю. В том-то и дело. Если бы я понимал, если бы я понимал, я бы вам вопросы не задавал. Ну, я на данный момент не понимаю, почему у нас люди с ума сходят. Смотрите. Я переписываю ваши данные. Ваши установочные данные. Так. После этого вы покидаете заведение, с вами свяжется участковый. Еще раз. После этого что? Вы покидаете заведение, с вами свяжется участковый. И в дальнейшем... Ну, так и должно быть, да. Да. То есть вы осознали, что задерживать вы не имеете права. То есть вы готовы извиниться за задержание незаконное? За задержание незаконное? Я пытался разобраться в ситуации. Нет. Вы озвучили, что мы задержаны. Лично я задержан. Да. Это официально. Потому что я пытался разобраться в ситуации. Вы разобрались? Да. Вы готовы извиниться? За что? За незаконное задержание. Почему оно было незаконным? Потому что статья 10 не дает вам права задерживать для того, чтобы разобраться. Нет. Ну, подождите. Я должен был установить, если здесь состав преступления, если здесь состав административного правонарушения, если бы был состав преступления, тогда я вас бы задержал. Я вас услышал, я вас услышал, что извиняться вы не хотите. Все, я это понял. Только потому, что нас много, понимаешь? Да, понятно. Был бы я один, сейчас бы меня укатали. Посмотрите, какой, а? Вот такие, вот такие, вот должны быть на стороне народа, правда? Красавец. Да, красавец, да, красавец. Но я все-таки надеюсь, что он прочитает. Хотелось бы, чтобы был еще и умным, правда? Да. И вы разберитесь. Друзьям покажите. А вас как зовут? Младший джан полиции Терентьев. Вы почитаете то, что я сейчас говорил? Так точно, я читал. Закон о Росгвардии 150-е. Закон о Росгвардии 150-е. Знаете, да, что у вас нет полномочий, началось задерживать? Задерживать нет полномочий. Есть полномочия, задерживать нет подозреваемых в совершении преступления. И административных, да, определенных. Все, вы освободили? От вашего присутствия. Так надо было изначально сделать, просто так долгое время вы тянули. Ольга, телефон вот у меня в кармане. Вы не переживаете? Я не переживаю, я смотрю, что это население с собой. Да все нормально, короче, все. Все, данные взяли, сейчас ему первую помощь окажут и домой повезут. Интересно, а что они дальше будут делать? А? Что они дальше? Все, они ушли. Нет, а вообще, в принципе, что они с собой? Ничего не буду делать. Нет, мне вот просто интересно. Во-первых, я уже давно считаю, что, ой, не записи. То надо было доводить все это до логического конца. И что, это поступит материал и будет отписка? Отписка, что никаких правонарушений в наших действиях нет. Да, а кражи не будет? Не будет никакой. Какая кража? Они деньги не берут. Слушай, дорогая, послушай, Оля, вот смотри, пожалуйста, вот скажи, я... Вот мы вообще, мы все на умалишенных похожи? Если бы, если бы я захотела украсть, там есть джинсы по 2,5 тысячи. Там есть коньяк, там есть вина по 2 тысячи рублей. Ну, вино, допустим, тяжело вынести, но какую-то тряпку вас запожал. Ну, если бы вы хотели украсть, то вы бы ее спрятали и взяли бы что-то подороже. Что, к музыке для нас проблема? Нет, я имею в виду, что они, у них что в голове? Они же, ну, они в масках, у них гипоксия уже. Смотрите, самое интересное, все, про маски даже не заикарюсь. Меня пару раз покатали, покатали, что я без маски успокоился. А у нас даже не спрашивают, да? Это, конечно, дикий кошмар. Что значит кража или грабеж? Ну, простите, если крась или грабить. Ну, правда же, Владимир, там есть... Любое хищение должно иметь определенные признаки. Один из признаков, это должен быть умысел, понимаете? Так, там есть бытовая техника, я же говорю, там джинсы зараживаются. Человек должен заранее иметь мотивы, он должен планировать вот это все. Вот, понимаете? А когда человек предъявляет товар на кассу, уже в принципе не может быть. А когда человек хочет жрать, а ему в войну пленник, немцам хлеб кидали, запорчим товар. Запорчим, короче, чем там. Товар, это ваш. Какая порча? Мы съели с клаперов. Смотрите, смотрите. А мне вот сказали, там что-то написали. Штраф, что-то рублей. Они могут написать все, что угодно. Ничего не будет. Да это я просто глупую. Я же не знаю. Нет, ну, меня списывали, арестовали же карту. Если вдруг будет какая-то бумажка, мне ее показывать сразу, я сразу напишу грамотно. Так мне же, получается, нужно с ними вступать, ходить за этими бумажками. Не надо ничего вступать, все, забей, я тебе говорю, ничего не будет. Нет, я не боюсь, что там, я просто, мне интересно в прошлый раз. Мне всегда интересна логика. Грабеж или кража. Ну, простите, ну зачем выкрасть человеку просроченный порог, да? А просроченную тережку-то нашел, укатили они. Да они обратно выложат. Ну, как можно испортить то, что не подлежит реализации? А то, чтобы... Ну, вот в нашем магазине... Скажи, пожалуйста, как можно пойти на грабеж на то, что не подлежит реализации?